МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем скоро появятся настоящие грунтовые теннисные корты. А тот самый керлинг совсем не экзотика для нашего города. Свипуем! Выбирая с налет, начинаем с того, как же не подскользнуться. Ну, чтобы не подскользнуться, надо на скользящую подошву, которая находится под антислайдером, одевать как раз-таки антислайдер. Он сделан из резины, а резина, как мы знаем, плохо скользит по льду. То есть оп-оп, вообще не идет. Гораздо увереннее, чем я. Окей, тут какие-то стартовые позиции. Колодочки. Они нужны для выкота. Эта колодочка для левшей, это для правшей. Я как раз-таки правша. Выкот делается вот таким образом. Становишься в стартовую позицию, нацеливаешься и совершаешь выкот. В отсутствии этого устройства, оттолкнуться бы просто не получилось. Ну да. С условием таких вот ботинок снега, леда, скороходов. Что за оружие используется в керлинге? Ну, это называется щетка. Она предназначена для свиппинга. А свиппинг предназначен, чтобы продлить траекторию, ну, почти, продлить траекторию езды камня, так сказать. И, наблюдая за надписями «файбер-глаз», мы также констатируем, что здесь использованы какие-то сверхсовременные технологии. Тем не менее, с такой щеткой можно также добраться до победы в первом суперсонарском туре. Да, именно. То есть свипповать ей примерно вот так надо. Здесь, наверное, есть какой-то определенный способ, действенный способ того, как производить вот этот вот механизм. Ну да. Это ты должен свой вес попытаться максимум опереть на счет и делать небольшие движения. То есть вот такие. И желательно как можно чаще. Тогда лед будет топиться быстрее и камень ехать дольше. А насколько велика вероятность, что можно дотереть до воды? До воды? Ну, не знаю. Можно, наверное. Я не пробовал. Я не пробовал. Номеря сколько камней? То есть от первого по восьмой камень. То есть, получается, в команде у тебя четыре человека, и каждый человек кидает по два камня. То есть так можно не сбиться. Что из себя представляет камень? Что это такое? Просто кусок скалы? Нет. Ну, можно сказать и так. 20-килограммовый гранитный кусок, кругленький. И сверху ручка пластмассовая, чтобы придавать ему вращение. Вот так, хоп. И все. Что самое сложное в управлении этим снарядом по льду с помощью щетки? Мы им не можем управлять. Это управление дает выкат. Мы можем только продлить эту траекторию его движения. То есть, когда ты его кидаешь, он останавливается в определенном месте. Мы можем это место сделать чуть-чуть дальше. И все. С помощью свипа. Кто считается самым крутым игроком в керлинг? Кто-то, кто направляет умело, либо тот, кто, может быть, очень ловко натирает. Либо, может быть, третий, кто кричит так, что все четко следуют его указать. Но эти все качества должны быть в одном человеке, чтобы он был самым крутым. Керлинг – очень сложный вид спорта, даже если кажется, что это нечто смешное. Да. Очень сложный. И командный. Мечта в этом виде спорта у чемпиона Краснодарского края? Сыграть на Олимпиаде и выиграть ее. Реально из Олимпийского центра ледяной куб добраться до победы? Вполне, да. Центр ледяной куб самый лучший, как я считаю, в России. Тут очень хороший лед и очень прекрасные условия для игры. Какую Олимпиаду нам ждать, дабы познакомиться, мы уже знакомы, но познакомиться теперь же в статусе Олимпийского чемпиона? Ну, может быть, вряд ли это будет следующая Олимпиада, так как мне еще 13 лет. Я очень молод, да. И получается Олимпиада где-то в 26-м, либо в 30-х годах. Где-то так. Договорились. Отчет запустили обратно. Что тут происходит? Очередные краевые соревнования по керлингу среди юниоров, юниорок, юношей и девушек. Участвуют 16 команд. Возраст начиная от 14 лет и ориентировочно до 20 лет. Соревнования по классическому керлингу, когда соревнуются ребята в командах по 4-5 человек, отдельно среди девушек, отдельно среди юношей. Соответственно, до этого проходили соревнования дабл-микс, когда уже соревнуются в рамках одной команды и девушки и юноши в одной группе. Сейчас разбивка идет по разным группам. Краевые соревнования проходят примерно раз в месяц у нас в Центре Олимпийской Подготовки. Иногда бывает чаще. Каждый раз зависит от сезона. Соответственно, готовимся сейчас максимально к зимнему сезону. Ребята должны как можно больше играть, чтобы показывать лучшие результаты. Керлинг перестал быть экзотическим видом спорта в Сочи? Да. Несомненно, потому что очень много ребят занимается. 16 команд, это примерно около 70 участников. Поэтому это только в возрастной категории юниоры и юниорки. А также еще у нас в крае есть спортсмены в категории мужчин и женщин, которые также выступают на всероссийских соревнованиях на международной арене. Поэтому, несомненно, керлинг стал довольно-таки популярным видом спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 с таким количеством дорожек и таким качеством льда. У нас базируется сборная России, они здесь проводят тренировки, тренировочные мероприятия, сборы. Соответственно, наши дети тоже проводят очень большое количество времени на льду и тренируются очень много. Здесь все дети находятся, как раз таки те, кто первый раз попробовал керлинг здесь у нас в Льдином Кубе. И после Олимпиады 2014 года здесь у нас находятся три состава на площадке, они с самого начала, с развития керлинга в Сочи. Спортсмены всегда занимают призовые места на всех чемпионатах и кубках Краснодарского края. Юниорки у нас заняли в прошлом году третье место на первенстве до 22 лет в России. В среднем возрасте кто занимается, из тех, кто впервые попробовал какую-то, может быть, вилку. У нас все-таки разбег большой, от 8 до 18 лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лед для керлинга очень отличается от льда для хоккеистов, фигуристов. Это идеально ровный лед. Подготовка его начинается с литья плиты, чтобы идеально чистая плита. И потом слой за слоем поэтапно наращивается лед по 2-3 мм за каждую проливку. Ну, соответственно, красится, укрепляется, делается разметка. И уже когда мы получили ровный лед, мы наносим на него специальные капельки, они называются пэблы из вейки. И за счет вот этих капелек камень едет, вращаясь, создает траекторию. Тем самым керлинг, флокерл, завитушка, мы получаем керлинг, как он есть. Затем мы срезаем, вот видно на экране, как мы срезаем эти пэблы, готовим лед, следующий лед для новых тренировок, игр, баталий, всего-всего. Толщина в итоге какая получается? Толщина льда, вообще каждый каток он индивидуален, да. Свои метеоусловия на катке, своя какая-то техническая база. Идеальный лед для керлинга, он не должен быть слишком толстый и слишком тонкий. То есть мы в начале сезона держим его где-то полтора сантиметра, два, заканчиваем где-то 3-4, вот так. То есть, во-первых, мы проходим каждые полтора месяца плановую перезаливку, обновляем поверхность, да, потому что все-таки лед, вода это живой организм, и он старится, и очень много нагрузки проходит на лед. Поэтому мы обновляем, так скажем, перед самыми важными событиями, которые проходят у нас на ледовое арене. Вода для керлинга должна быть мертвой. То есть, в принципе... H2O, просто H2O. Не H2O, а просто прям конкретно H2O. Без примесей, то есть многогранная система подготовки, то есть вода проходит через большое количество фильтров, угольный, химический. И даже есть у нас и лампы накаливания, которые сейчас... Ну, которые чистят тоже воду, то есть специальные уфычи лампы. Плюс система обратного осмоса. Она хорошо очень чистит воду. И, в принципе, по стране я скажу, что у нас каток, в принципе, очень хорошо. Именно с точки зрения воды. То есть вода в керлинге, если брать, она напрямую зависит от скорости камня. Чем чище вода, тем камень пойдет быстрее. Посмотрел на телевизоре его и решил попробовать, что это такое. Я пришел, попробовал, мне это очень понравилось. И доигрался уже до чемпионства и участия в юниорской сборной Краснодарского края. Да, именно так. Если ты человек, ни разу не игравший в керлинг, у тебя сначала это не получится. То есть, чтобы у тебя получалось, надо где-то потренироваться месяцок, то и больше. Самое сложное в керлинге это что? Ну, это правильный выкат и свип. Ну, свип сложен физически, а выкат, ну, это уже техника. Больше дело техники. Музыка. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА